Он пришел гонец на лыжах с лопатой и с клюквой. Добрый день! Добрый день, Бог помощь! Паси Христос! Встречайте лыжницу! Издалека вы как приехали-то? Да, издалека. Чаю горячего привезла. Давайте, сколько человек вас? Мы не проголодались, смотрим некоторые. Надо 3, 5, 6, 7, 8, 9. Это лопатка? А то это темная была. Я думала, что у глазиках сказал херенькая. Может быть, на сане только пить? Да. Мам, да, пошли на сане. На сане? Ну, надо. Как-то вытащить. Чего вытащить? Попоните. Все, давай, сюда. Ты дамбу заснял там? Нет, только заснял. Начало и вот такая не до самого конца. Надо было там заснять. Я там сам не был еще. Мостик? Ну, нам потом уже. Надо сказать, какая конструкция, что мы сделаем. Пойду вместе, ты дашь интервью. Ты это лучше знаешь. Ну, говорят, Никогда толку этого не было, Этой траншеи. У него столько работы было, Какой-то толк будет. Ну, здесь трактором летом Трактором углубили, поэтому Посмотрим. Потом поглядим, что там. Называется постный перекус. Ну, что, рассказать вам чудо со мной, какое было? Расскажите. А? Давайте. Мне Путин звонил. Владимир Владимирович? Владимир Владимирович. У вас это семейное. Игнатия Тихоновича в гостях был Путин. В гостях был Путин? Нет, в гостях. В гостях, говорит. Во сне. На Ползунова. Да не было его. А что, вы не смотрели, видел? Лежал рядом на кровати. Прямо на кровати? Да. Ну, и мне звонок. Сижу за столом. Я опа на номер. Давайте идти. Говорю номер, какой-то номер раз. Валентина Тихоновна. Я говорю, а с кем я разговариваю? Он говорит, Владимир Владимирович Путин. Ты знаешь, я замерзла, не поняла. Он говорит, ну, это естественно, вы смутитесь, а все. Потом он второй-то сказал, Борис Владимирович. А я потом у него уже тут в попыхах-то. Я говорю, Борис, а кто Борис Владимирович? А я не поняла. А сегодня это. А он говорит, это с вами Владимир Владимирович. Валентина Тихоновна. Хочу вас поздравить. У вас сын служил один в президентских войсках. Старший служил в Карабахе. Ну вот, хочу, чтобы многодетная семья. Все служили. Ну и, естественно, я что, я растеряла, что я заплакала. И все. И все. И на этом. Ну и в конце концов. А я еще потом. Да у меня последний еще в Дзержинской девяти. Про Андрея-то забыла, что в Германии. Ну и ладно. Ну и вон все. Вам здоровья, счастья, благополучия. Я говорю, спаси Христос. И на этом. Дядь Володя подошел. А я им говорю, Путин. Дядь Володя, это, ухо-то к этому, к телефону говорит. Точно. Голос, вон мой. Вы тоже слышали это? Да, конечно. Я бы усомнилась, но это-то. Она расстроилась уже, плачет. И говорит, что так, я не понял. Я раз говорю, голос Путина. Путин. Ну и все. Я говорю, спаси Христос. Ну и тут все заплакали. Я, значит, реву. Это прослезился. Сидит, прослезился. Он тоже рядом был. Так он напротив. Я не знаю, что делать. А я говорю, а какой номер? Номер-то не наш, московский. Так давайте наберем. Маленько обтерли глаза. Давайте наберем. Набрали. Сначала этот номер, то музыка, потом да. Этот Володя говорит, Володя, говори ты. Он и говорит. Это сейчас был звонок от вас. Да, был. Это кто? Путин занял, да? Путин. А можно его поблагодарить? Он говорит, все, он как бы отошел. Вы только письмо напишите, поблагодарите, если хотите. Ну и все. И мы. Один только был неверующий батюшка, не поверил. Игнатий не верит ни в какую. Ну и слушай, и зять, зять моей сестры не поверил, не поверил. Говорит, ну как, куда-то особо, у него много представителей, вы позвонили, все. Я говорю, ну Ирина убедила мужа, что это мешает. Я говорю, Ева везде убедит. И он мне утром звонит. Я говорю, Михаил, помоги письмо написать, благодарственное. Он говорит, у меня есть опыт. Говорит. Ну, я не могу со своего отправить, надо с вашего. Ну ладно. Ой, да я напишу как по-простому. Что? Ну я христианка, ну что особенного? Ну там села. Я говорю, семь строчек, много не буду писать. Написала, все. Это дядя Володя у меня проверил, свое там добавил, ну и все. Ну а потом смотрю, как-то, знаешь, какое-то вот хождение, беспокойство за мамино состояние. У кого? Ну вот, у ближайших, родственников у моих. То в обед зайду, то это. Мам, ты как? Я говорю, да ничего, мам. А если неправда, ты не обидишься? Я говорю, а чем? А если тебя разыграли? Я говорю, ну они разыграли. А я что потеряла? Я ничего не потеряла. Я почувствовала, ну, хорошее чувство, благодарность. Тем более, я говорю, позвонил бы Карлин. Ну ты-то часто встречался там, Владимир Владимирович? Позвонил, царь-батюшка. Здорово, привет. Ну думаю, тут-то позвонил царь-батюшка. Понимаешь, говорю, может и правда у нас в России. А в то время как раз все сильно косили от армии. Косили прям постраду. Я думаю, может быть и правда, что, шесть сыновей все отслужили. Благодарности есть. Ну и я и ничего. Ну а сегодня, вчера я уже это, почувствовала что-то не то. И давай. И на Владимира Владимировича вышла. Я ей звоню сегодня, говорю, доброе утро, Владимир Владимирович. Ага. Да, и кому я первый раз сказала все. Сеть Валь, вы что попросили? Вы что попросили? Я говорю, да вы что, бурели что ли? Да и даже бы сказали бы, я бы не попросила. Если бы он мне задал бы, Путин, говорю, вопрос, давайте проиграем. Я, говорю, сказал бы, Валентина Тихоновна, что вам? Я бы сказала, Владимир Владимирович, ну это вы должны. Почему я должна вас просить? Правда же? Вы что, желаете отблагодарить? Отблагодарите? Ну как я могу простить? Ну а сегодня утром звоню Владимиру Владимировичу. Это, делите все помаленьку. Берите. А, это, Алеш. Шоколадки-то разделите. Все, все. Игорь, Игорь. Бери чашку, наливай. Ну и звоню, говорю, доброе утро, Владимир Владимирович. Ха-ха-ха-ха. Мам, ну ты не обиделась. Я говорю, а что обижаться-то? Ну и юмор, говорю. Просто что маленько, ну не вовремя, как бы пост, знаешь, это самое. Но мне охота была приятная. Мне, говорит, сегодня пришла оттуда открытка, и ведущий говорит, два раза, три раза позвонил после этого, когда это, говорит, как состояние родителей, как-то. Он говорит, я, говорит, свою маму так же поздравил. Мама так смеялась, а потом, говорит, сынок, да на всю жизнь, говорит, юмор запомнится. А я потом звоню, говорю, Владимир Владимирович, мне неудобно у вас что-то просить. Но вот сколько вам эта услуга стала, умножьте в три раза в конвертик, и маме подарок. А он помочал, так и сделаю. Мам, ну я же у вас попросил прощения, а мы не обиделись. А он говорит, ну говорят, что натмехаются. Я говорю, да глупости, глупости, зачем, так натмехают. Но мне, говорит, охота было поздравить. Ну кто так поздравит? Так представь, там поздравляют, там, говорит, когда я, говорит, посмотрела, как, ой, там смех убывает, там слез, там старики. Некоторые, говорит, вообще нельзя шутить с некоторыми, которые прям. Ну меня, конечно, видишь, батюшка говорит, да не может быть. Мы говорим, ну не может, я говорю, я ничего от этого не потеряла. Ну а чувство приятное, конечно. Сам футин. У батюшки вообще веры нету, да? У меня, конечно, чувство такое, ну как-то, вроде не должно быть. Кто мы такие? Какой-то глушь, какой-то это звонит, какой-то это, можешь подумать, там, у нас там сколько, тысячи, может, таких. Думаю, а почему не через администрацию? Обычно всегда, если так, вот. Опять же, голос в путь, ничего не могу понять. Самая большая ошибка, что мама не расслышала. А там в начале, когда я говорю, кто, Борис Владимирович, а там говорят. Путин, Путин говорит. Путин говорит, Давид Владимирович, вас поздравляю. Прислал письмо в администрацию. Прислал письмо. А я Давид Владимирович, видишь. Ну да. Мне показалось, Борис Владимирович. А если бы ты услышала, тогда бы, может быть, ничего. Если бы я услышала вот это, Давид Владимирович, ну я тут, видишь, как, чувства тут, слезы тут. Кто такая я? А я смотрю, она уже плакать стала, я думаю, ну да что ж такое-то. Раз, это, голос Путина вроде. Ничего не могу понять. Я бы еще ничего. Но дядь Володя б не подтвердил. Точно. Ну голос, точно, голос, точно. Так не поделаешь. А там как-то, что-то, мастак такой. Повеселили, ладно. Как легко обмануть православных, да? А мне дочь говорит, мам, ну вы же уже бабушка, дедушка и бабушка. Я думаю, бабушка, дедушка. Я подошла к беркалу, ну на лицо бабушка. А так ведь все же, ведь еще и снег бросает. Думаю, ну как бы и не бабушка. Думаю, ну ладно. Думаю, ну ладно, я, ну. Папа-то уж точно. Он тоже обеспокоен голосом, да, не там что-то. И говорит, Валь, ну нельзя подделать так. Ну все, сынок, не беспокойся. Ну вот. А это, оказывается, такая есть, как фирма, что ли, называется, поздравительная открытка. Ты там сам говоришь, что, ну запишешь, перешлешь, и какой текст, чтобы все совпадало. И видишь, а я когда сегодня Давид-то переслал эту открытку, то я смотрю точно, там, когда он сказал Владимиру Путину, а потом, что Давид Владимирович, ну, прислал письмо. А это я не услышала. Мне показалось, Борис Владимирович. Не надо раньше плакать времени. Поздравление от пицинским голосом. Нет, но если бы вот это все заснять, ну. Я тебе говорю, батюшка, приходи в гости, у меня такое, у меня такое сопер. Смотрю, с собакой прогуливаться идет. Заходит, а все, а вдруг, а ты, говорит, подшутили. Я говорю, ну и подумаешь, я что потеряла. Я ничего не потеряла. Я говорю, ну знаешь, приятно. Все-таки, Владимир Владимирович, вот так. Прям голос опалывает. Нет, ну голос Таевого, а что я скажу, не его что ли, не его голос. Так, открытка такая. Открытка, включаешь, и Путин стоит с телефоном. Представь, что. Такая видеооткрытка, и аудио идет, как он звонит. Ну, наверное, это официально не запрещено, наверное, раз так. Да ну, ничего такого. У Путина зато рейтинг растет по стране. Ну, я его поблагодарила, говорю, Владимир Владимирович, дай Бог вам мудрости, как царю Соломону говорю, мужества. Здоровья, душевное спасение. Как Господь говорит, помогу смелому и мужественному. Мы всегда, говорю, молимся за вас. Ну, я там срочек семь думаю, что писать, когда ему читать-то. Как, когда? На ночь. Что делать? Ой, твою мара. Мама такая по телефону говорит, а у меня еще младшая дивизия Дежинская служила. Он такой, замечательно. Что, правда? Ну, ты сейчас не слышишь? Это запись есть, можно. Ну, то есть ее, она на электронной посте уже, ну, ее можно прослушать. А у меня еще это слушал. Он такой, замечательно. У вас одна дочка там что-то, как там там все-то, прекрасно там все-то. То есть это диалог прям конкретный человек. Меня только одно смутило. С днем защитника у него там выражение есть. Я думаю, как уже прошло 23 февраля. Ну, думаю, может... Нет. Ну, еще он сказал, юбилей у вас. А, да? Я думаю, юбилей? Откуда-то все, думаю. Ой, да там все же, паспортные данные все же есть, думаю. Что тут все? Ну, вот 20 днем защитника меня немножко смутило. Я потом думаю, ну, на 23-й у него и без меня дело. А я посмотрела где-то, прочитала. Смех продляет жизнь. Ну, и ладно, ладно. Может, на лет пять подольше проживу. Зато все знают. Америка знает. Америка знает. Германия знает. Ой, а да, Таня пишет. Валя, привет, Валя. Мы услышали это. Мы теперь, мы тобой будем гордиться, будем всем говорить, что тебе Путин звонил. И мы будем греться... Греться, что ли, в лучах славы. Греться в лучах славы. Я говорю, надо позвонить, чтобы не обгорели. Ну, что, давайте. Пасек, ты тоже уже... Мне за что не доели вот эту шоколадку. Ну, все, и там тоже. Да, хочу, не ломали. Рановато вы пришли, надо было еще... А, надо было разломить и всем дать, как тот раз. Нормально, ладно, все. Берите, сайте. Да ладно, все. Собаки нет, здесь брать некому. Что ж, ладно, все. А что ты с одной палкой пришла? А, что, 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 это лопату? Главное, что дружненько все. Вот и все. Надо лопату, бери. Нет, если мы... А, остальное? Да, Валя. А? Надо лопату, бери, а не, бери, нет. Если не надо, мы отвезем. Если не надо, мы отвезем. Ага, ну, это... А это что, больше не будете? Нет, все, мы здесь уже больше никому привезем. Ну, этот я, наверное, заберу, да? Да забирай, забирай, Валя. Все, забирай, все, уже. Потому что уже некогда. Это, и потом уже поедем. Ну, все, еще хватит? Нет, зачем? До часа работаем. До часа? Нет, ну, еще будете приезжать. Конечно, еще дня два. Я думаю, еще раз за два, наверное, придется. Ну, а что делать? Да уж, пойди, хватит. Да вот, если бы хватило. А то столько рытий там, запахнули, запахнули. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот, должно, вот, в центре сюда, оно не встает. А это? Знаешь, что, вы же есть правая, а левая, а брусси, внизу. Да ты что, а вы не сказали мне. А ты что, это не видела, что ли? Нет, я не знаю. Ну, что, это не сказали. Ну, вы же ничего не сказали. Валя, ну, а ты не спрашивай, порядка, не знаешь. Я, ты что дома здесь, а здесь, правильно, так. А ты не вышел. Ну, вот, видишь, что-то. Л, буква где-то. Ага. Ну, да. Вот, Л, левая. Вот, вот так, ну. А ты не так, видать, Валя, что ж не видишь? Ботина подсюда, вот так. Ну, не вижу, конечно, видимо. А в ботинке такая бороздка. Да, да, да. Вот она должна вот сюда. Она сюда должна быть. Вот. Да как она должна сюда? А я же ногу поднимаю, когда я... Ну, и что? Она ровно должна ложиться обратно. Она как-то фиксируется будет. Сейчас по центру, да. По центру, тебе удобнее будет ехать. Ну, вот тебе. Сейчас держись крепче. Я теперь внимательнее буду относиться. Сейчас скорость будет быстрее. Ну, слава Христу. Субтитры сделал DimaTorzok